Тяжелая неделя подходит к концу, и она ознаменована тем, что какая-то какафония между внешней рамкой и внутренней. Внутри тяжелейшие бои вроде бы как фронт стабилизировал сырский, ну, по крайней мере, наставки об этом заявили буквально вчера. Сегодня, говорит, тяжелая ситуация, часа в яр, не даем проникнуть противнику вперед, продвинуться, есть какие-то тактические успехи на Купинском направлении, но ситуация в целом сложная. Стабильно сложная ситуация внутри, вместе с социальными процессами, которые как бы подчеркнуто есть реакции на удары по городам. Харьков, Одесса, Запорожье подвергли серьезным ударам энергетика. И это все внутри, вот это варево, как-то не находит отражения в заявлениях, в каких-то процессах, замыслах западных союзников. Вводить, не вводить войска, а что там румыны, Молдова, как плацдарм подскока, если вдруг Украина проиграет. Да и вообще Украина может проиграть, говорит Столтенберг, как один из вариантов, один из двух вариантов. В общем, такое ощущение, что мы над этой развилкой как-то разошлись в понимании и ощущении того, что происходит в украинском и западном. Давайте начнем вот с этого, с такого более глобального, а потом все-таки перейдем к каким-то конкретным точечным вещам. Вот этой кирпичикам этой стены, которая покосилась на фоне российско-украинской войны. Да, я согласен, что сейчас опять назрела необходимость еще раз переосмыслить. Причем это переосмысление не означает, что мы вдруг найдем какие-то новые, такие как открытия, ответы. Скорее есть необходимость вернуться к масштабу, историческому масштабу, значению и характеру процесса. Что мы действительно, я сейчас говорю даже не столько вам, вы хорошо это понимаете, а столько зрителям, мы же погружены каждый день в огромный поток как буквально новостей, то есть интерпретированный фактов, так и живых событий, которые часто и нас касаются. В диапазоне от бомбардировок до каких-то политических решений или громких заявлений резонансных. И мы вот в этой конкретике иногда даже тонем. Я вспоминаю один эфир интересный, это уже было лет 7-8 назад, и ведущий канала в вашем стиле наговорил кучу фактов, наверное, минут 5 говорил, вот то-то, 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 потом смотрит на меня и говорит, Андрей Васильевич, а теперь скажите, что все это значит? И вот так вот показывает. Я говорю, вот это все ничего не значит, потому что значит суть дела, а суть дела это не факты. Извините за это предисловие, но я постараюсь четко и динамично. Еще в 2022 году, когда у нас возобновились эфиры, возможность общения, и хотя ситуация была крайне сложная с начала войны, тем не менее, уже началась такая попытка увидеть масштаб, понять масштаб и говорить о масштабе. Были резонансные публикации, тогда часто ссылался на ряд статей и интервью российского идеолога и интеллектуала Сергея Караганова и уделял этому внимание. Тогда я предлагал рамку, вторая трансформация. То есть процессы, только частью которых являются войны, войны за советское наследие, в которых происходит как бы перезагрузка не только образовавшихся постсоветских государств, но происходит и своеобразная социальная переорганизация. Мы сложное общество, во многом по инерции развивались первые десятилетия, пытаясь создать новые целостности, новые национальные организмы, искали для этого наиболее адекватные платформы, чтобы было удобно, комфортно вместе жить дальше. И в этом отношении я напомню, что первое десятилетие украинская политическая нация выглядела достаточно перспективно, с большими надеждами, вроде бы без каких-то серьезных конфликтов. Но были трещины, претензии, но это всего лишь трещины, претензии. Другое дело, когда за счет в ходе передела собственности, в ходе борьбы за власть, все эти трещины превратились в расколы и даже конфликты. Так вот, в этом отношении Украина оказалась таким одним из форпостов, Майданы, противостояние разных регионов, но не оригинальной. Каждое постсоветское общество переживало по-своему эту трансформацию. Оказалось, что формирование эффективного, сильного и стабильного национального объединения, эта задача крайне сложная. И это не только про рабочие места, цены, безработицу, это про что-то другое, это про какую-то новую общую платформу, которую мы вырабатываем, договариваемся о ней. И начинаем вместе строить, видеть какое-то общее будущее. В этом общем мы должны каждый найти свое место, несмотря на происхождение, даже взгляды. Потому что это общее есть, это не границы физические, это скорее общее нашей целостности, которая живет вместе, работает вместе, детей вместе воспитывает, дает детям будущее. То есть, грубо говоря, речь идет о неком духовном, духовно-культурном конструкте. Именно поэтому я часто использую термин, который считаю сейчас одним из ключевых, это геокультурные стратегии и геокультурное проектирование. То есть, речь идет о том, что мы должны в современном мире научиться наше сложное общество формировать как целостное, стабильное, не конфликтное, а значит, постоянно сшивать компромиссы, находить общий язык, как говорят. Причем общий язык даже в многоязычном мире. Но эти же проблемы решали и наши соседи. Причем решали, исходя из того, справятся ли они со своим и что у них может быть ресурсом для будущего. Войны и переделы, как переделы собственности, так и переделы территорий и, что самое стратегически важное, переделы социального наследия, социального капитала, стали, пожалуй, главной интригой этого десятилетия. Начали бороться буквально за людей. За то, как они думают, с кем они хотят жить дальше, какое они будущее выбирают. Оригинально это? Тоже не оригинально. Потому что мы же параллельно наблюдали и даже умничали по поводу так называемого миграционного криеса в Евросоюзе, который выглядел как огромный поток выходцев из регионов и стран, которые еще совсем недавно, по историческим меркам, были либо колониями, либо подмандатными территориями вчерашних великих европейских держав. Сейчас Европа стала образцом цивилизационным. И куда побежали люди от войн и своих переделов? В эти образцы выбирать. Я это все наговорю только потому, что насколько важное значение в этих ситуациях, в условиях вот этих трансформаций больших и нашей посоветской трансформации, имеет политика, то, что мы называли политикой национальной консолидации. Национальная консолидация – это не про зарплаты и пенсии, хотя это важно. Национальная консолидация, повторюсь, это поиск общего духа. Вот тут-то возникли все эти знакомые нам. Политика исторической памяти, политика злагодой и прочее. По факту оказалось… А где возникли, Андрей Васильевич? Как постановки, как задачи об этом. Но по факту оказалось, что, понимая, что эти проблемы нужно решать, выбрали самый простой путь. Деление на своих и чужих, попытка под одну срудинку подогнать. Мы это наблюдали, вот начиная с периода Майдана. Нас начали учить, как что носить, кого читать, кого не читать. Это же длится, наверное, с начала 2000-х годов еще. Проблемы, с которыми не справляемся мы, становятся чем? Инструментом и поводом переделить со стороны соседа, для которого это все ресурс. Чем больше нерешенных проблем у нас, тем больше возможностей у противника. Причем эта же конкуренция сначала развернулась в плоскости идеологической, политической. Зачем вот эта такая большая преамбула? Потому что, если убрать все сложности текущего времени, все эти геополитические игры в сухом остатке, интрига, связанная со второй трансформацией и борьбой за постсоветские ресурсы, остается главной. И в этой интриге война стала жестоким, кровавым способом решения проблем или защиты своего. Но сама по себе война, то есть ведение боевых действий, захваты квадратных километров, попытка установить какие-то администрации или найти врагов и арестовать их, это жесткая, но, к сожалению, текучая и несущественная часть истории. А что существенно? Попытка переконструировать, пересоздать. И мне кажется, это тот самый момент, который плохо понимают в нынешнем современном молодом политическом классе Украины. Точнее, они не то чтобы не видели эти проблемы, но у них очень странная, я бы сказал, даже примитивная интерпретация этого. Почему вы применили термин и глагол «пересоздать», а не «разрушить» и «выкорчевать»? Сейчас объясню, сейчас объясню. Социальный капитал – это не физические люди, это живые социальные структуры, извините за этот сухой социологический язык, социальные структуры. Семьи, производственные коллективы, жители населенных пунктов, которые принимают определенные правила и духовную составляющую мира, живут в ней и становятся продуктивные, становятся частью. Для того, чтобы люди не сбежали со своих территорий и не носили долю в кармане, и не были источником такого-то протеста, сепаратизма, необходимы какие-то общие внешние ориентиры. Кремль с самого добрых лет 20 продвигает идеологию так называемого русского мира. Вначале это выглядело просто как гуманитарная политика, распространение ценностей, знаний, литературы. Сейчас мы видим, что это реально выстроенная геокультурная стратегия, составляющая которой является не только популяризация, наведение связей или влияние экономическое, социальное, но и формирование буквально каких-то новых структур. Российская Федерация развивает союзное государство, провозглашает и включает в свой состав новой территории, захваченной войной, проводит там работу по перевариванию населения, которое трактуется как часть, братская, дружественная часть русского мира. То есть формируется какая-то новая геополитическая, геокультурная структура. Украина как общество, это очень большая страна, десятки миллионов людей. Причем, учитывая нерешенность вот этой вопроса национального единства и постоянно возникающие конфликты, вплоть до противостояния Майдана, у нас символ политических революций, но Майдан это еще символ нерешенных внутренних проблем, этого чужой. Они позволяют противнику рассматривать вот это украинское пространство как конструктор, в котором что-то можно пересоздать более дружественное и даже полезное. Вот я обращаю внимание на язык, которым написан наказ, принятый на русском православном соборе, в котором нет геополитики, но есть постулат о пространстве, то есть это не про государство, о пространстве русского мира, в котором должны существовать дружественные, невражеские какие-то образования, то есть не угрожающие России. Если вот этот подход, что Россия создает некое пространство, в котором есть русское государство, его политические прожекты, есть дружественное, не конфликтное образование, то из этого проистекает, что война стала инструментом вот этого перестройки. Смотрите, начиная с 2014 года, первые конструкты ДНР, ЛНР, Крымская республика, кстати, стоит внимательно тем, кто интересуется, просмотреть, какая конституция была принята в 2014 году, новая. Эти образования имели свою специфику. Я понимаю, что в нашем дискурсе, политическом дискурсе обороны, тема того, что там налепили, написали, неинтересная, кажется, ничтожная. Я же отношусь к этому как исследователь серьезный, пытаюсь понять, а что слепили. Так вот, в этом плане ДНР и ЛНР – это народные республики, в конституциях и программах которых было зашито, я бы даже сказал, такая своеобразная в кавычках социалистическая ориентация. Тут был определенный еще и подыгрыш тому, какое будущее вообще у всей России. Ведь Россия Путина – это Россия, которая раздолбала наследие Ельцина, раскритиковала олигархов и позиционируется как большой друг коммунистического Китая. Поэтому ДНР и ЛНР, они в этом смысле исторически не случайны. Но дело не только в этом. Прошло время, и после этих внутренних перетрасок, если вы помните, там была принята рассматривалась инициатива о новых русских государствах. Новых русских национальных государствах. Русские форумы прошли и исторически, и геополитически. Да и по итогу гибридной войны 2014-2022 года ДНР, ЛНР, вообще весь Донбасс и Крым сложно было представить как какую-то новую Украину. Несмотря на то, что там огромная часть населения – это украинцы, украиноговорящие, и тем не менее, вот проехали этот момент. Но задача создания дружественной русскому миру структуры, она осталась. Ее никто с повестки дня не снимал. Тема того, что есть 2, 3, 4 Украины постоянно муссируются в российской пропаганде и обсуждается и на более серьезных площадках. Вопрос, как это запустить. Смысл перезагрузить украинский проект, сделать его, совершить поворот. Вернуть то, что называют Украиной, в русло вот этого Переославско-Радовского процесса, грубо говоря. Опять же, я, значит, ты вообще говорил, Украина сложное, большое, многомиллионное государство и с разными традициями исторической памяти. От памяти там чуть ли не времен Средневековья и наследия Австро-Венгрии до памяти советской цивилизации. Поэтому, учитывая территорию населения, планировать и физически все это переварить невозможно. Другое дело, что если будут осуществляться действия, связанные с тем, чтобы создать условия для альтернативы. Вот в этом я вижу самый главный, ключевой исторический вызов, рождаемый войной. Не физические территории, а создание условий, чтобы можно было создать какие-то еще другие Украины. Повторюсь, Крым, Донбасс оказался, ну, не работает он в этом плане. Хотя, напомню, например, первый руководитель самопроизошенный ЛНР Плотницкий говорил про разных украинцев, инфицированных, неинфицированных. Кем бы ни пошла. Ну, первый был Неплотницкий, все-таки, руководитель этой квази-государственной структуры. Был Болотов. Вот, он был. Этого я уже плохо помню. Он был первый, да? Я помню там. Смотрите. Я сейчас к чему подвожу? Я подвожу, Александр, к актуальному времени. Что сейчас в фокусе? Сейчас в фокусе какие-то новые наступления. Если неделю назад те, кто об этом говорил, чуть ли не в ИПСО обвиняли, то после заявления первых лиц и их интервью, ну, как бы, уже угроза признана. Но посмотрите, какое особое значение придается этому наступлению. Ведь угрозы любой территории, Херсонщине, Николаевщине, продолжению захвата территорий Донбасса, они, ну, не менее остры, чем Харьков. И тем не менее Харьков, как бы, выделен. Да, это большой город, более миллиона до войны. Харьковская генерация 2 миллиона. Индустриальный, научный, образовательный центр. Все это понятно. И все же, есть определенная, как бы, не прагматичная интрига. Есть какая-то интрига, которая связана с таким концептуальным значением Харькова. Я и скажу из того, что борьба и война за Харьков и вообще за слабожанщину, Харьков, Суммы, это не новая территория и не про санитарные кордоны. Речь идет о том, что замысел, еще раз, замысел фрагментации Украины, но фрагментации не физически военной. Война просто инструмент. Захватить, дойти, установить контроль. Но попытаться превратить новую территорию с такими центрами, как Харьков, в новый социокультурный прожект, противопоставить этот прожект Украине, которая сохранит контроль правительства, которая сохранит внутреннюю целостность с центром в Киеве. Вот, пожалуй, тот замысел, который стоит за военными планами. И он не изменялся все эти два года кровавой войны. Может быть, корректировался. Может быть, корректировался. Ну, погодите, давайте, если проще, все как сто лет назад, условно, зайти в Харьков и объявить там социалистическую республику украинскую. Ну, я же не владею эксклюзивным материалом, что там будет создаваться. Но я предполагаю, что вся историческая интрига в этом будет. Да. Историческая интрига. В этом смысл геокультурной составляющей войны, не военной. Потому что просто долбасить, захватывать... Ну, во-первых, события двух лет показали, что это физически невозможно. Но не обладает российская армия численностью и техническим потенциалом, который позволил бы взять под контроль огромной территории воюющего населения, которое к этому времени уже, по сути, заняло жесткую оборонительную позицию. В массе своей украинцы против поражения, готовы сопротивляться. Даже та часть, которая выехала как беженцы-переселёнцы, они поддерживают Украину. Грубо говоря, вот этого поворота... Та часть, которая выехала, там, да. Те люди готовы сопротивляться с особым остервенением. Я не хочу предавать пафоса, но я просто веду к тому, что никто здесь с рушниками оккупанта не встречает. Вот я о чём. Но это не означает, что среди той части украинцев, которые оказались растеряны, которые сейчас находятся под прессингом политики идентичности и национал-патриотизма, которые оказались дезориентированы в самом ходе войны. Да и просто оказались в положении, используют термин населенцев, то есть в состоянии аномии, и они не знают, куда бежать, и они готовы перетерпеть любую власть. Так вот, вот эта часть, а это достаточно большое количество людей физически, вот эта часть людей могут увидеть вот в таких конструктах действительно возможность просто выжить и жить в какой-то другой системе координат. Ну, получилось же так же с несколькими миллионами людей, которые живут сейчас на территории Донбасса и так называемых ДНР и ЛНР. Ну, сколько лет для этого понадобилось? Я хочу, чтобы поняли меня вы и зрители. Всё, что я излагаю, я рассматриваю как главную угрозу и главный вызов судьбе Украины как национального проекта. И считаю, что невоенный замысел Кремля состоит в том, чтобы не просто подорвать там военную мощь или поставить под контроль территории, а чтобы как бы повернуть историю. Перезагрузить украинский проект, с которым, к сожалению, по многим причинам наши политики, вожди, гетьманы просто не справлялись. Не зная, как решать конфликты, пользуясь технологией сталкивания лбами, разыгрывая тему регионов, влезая, будучи все атеистами, влезая в религиозную тему. Знаете, как слоны в посудной лавке с грязными лапами. Чем только усиливали амбиции и намерения врага. Поэтому замысел не просто раздробить, поставить под контроль, а замысел запустить перезагрузку, создать условия для разных Украин, он был и остается генеральным. Ведь в Кремле они скрывают, что, например, регионы территории Западной Украины, у которых своя особая историческая стать, память Австро-Венгрии, Речи Посполитой, да и психология, установки отличаются своей особенностью, спецификой. Как, впрочем, и население, сформировавшееся за советский век в южных и восточных регионах Украины, со своими особенностями, ориентациями, ценностями. Геокультурная стратегия состоит из нескольких важных элементов. Первое – это культивация и развитие определенных социальных укладов жизни. Ну, это касается самых простых бытовых вещей. Как организована работа, что является престижным, на что ориентируются люди. Вот тут культ заявлен сейчас в России. Семьи, экономики, производство. Обратите внимание, что после выбора один из главных месседжей Путина, с которыми он начал продвигать будущее России, ну и вообще русского пространства, это новая индустриализация. Это услышали в России, но, уверяю вас, это слышат и там, где сейчас вокруг разруха. Второе немаловажно составляющие – это хронополитика. То есть, использование исторической легенды, а мы все живем в легендах о том, как что произошло, какие корни, в качестве самопонимания. Поэтому не Донецк, Луганск и даже Николай Херсон-Одеса, а Харьков и Запорожье являются ключевыми элементами в борьбе за украинскую альтернативу. В этой большой обе. Почему? Интересно, да. А вы посмотрите на историю этих крупнейших городов. Кроме советского индустриализма, там есть память, связанная с казачьим, со своей казачьим. Это украинская история. Использование этой легенды в целях создания альтернативы – это очень мощный, удобный инструмент. Ну и то, что еще немаловажно, да, это создание такого узнаваемого мира исторических знаков. Ведь важной стороной российской пропаганды и ее идеологии является связанность времен. Российская империя, советский период. Деятели Российской империи и советского периода у них не противопоставляются. У них это связано. В Украине с этим беда. Потому что политика исторической памяти, мне кажется, не столько смогла создать новую визию нас, какие мы, сколько запутала.